Президент Таджикистана Рахмон 21 июня в ходе заседания Национального совета, подводя итоги, определил стратегические задачи правительства на последующие 15 лет. На состоявшемся заседании Рахмон заявил, мы планируем в следующие 15 лет значительно увеличить долю промышленности в общем объеме ВВП и превратить Таджикистан из аграрно-промышленной страны в индустриально-аграрную страну. Основу экспорта мы из экспорта сырья переведем на экспорт готовой продукции. Кроме того, по словам Рахмона, до 2030 года Таджикистан увеличит свои энергетические возможности в три раза с 17 до 45 миллиардов киловатт-час, что в свою очередь даст возможность распрощаться с лимитом электроэнергии в зимний период и увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны. Среди стратегических целей правительства Рахмон назвал создание достойных условий проживания для населения страны, но при этом признался, что на данный момент в категории среднего класса относятся всего лишь 22% от общего числа жителей Таджикистана. Для реализации таких амбициозных планов Рахмон якобы подготовил ряд мер для развития предпринимательства и стимулирования инвестиций, пообещал облегчить порядок налогообложения торговли, увеличить государственную поддержку, открыть доступ к финансовым ресурсам и ликвидировать барьеры на пути к ним, а также усилить борьбу с коррупцией. Следует заметить, что подобные заявления Рахмон делает далеко не в первый раз и похоже, что они направлены на усыпление недовольства народа и внушение ему надежды на светлое будущее. Например, Рахмон обещал распрощаться с лимитом электроэнергии еще при строительстве санктудинских ГЭСов, однако свое обещание так и не выполнил. По мнению экспертов, достичь поставленных целей при наличии кризисных явлений в России правительству Таджикистана вряд ли удастся, поскольку основную часть ВВП страны на протяжении нескольких лет составляют денежные переводы трудовых мигрантов из России, и в последнее время сумма переводов уменьшилась на 35-45%. А что касается антикоррупционной политики, то с момента образования Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в 2007 году, это ведомство занималось лишь выявлением случаев коррупции среди врачей, учителей и мелких чиновников, чем-то не угодивших властям. И при этом коррупция в высших эшелонах власти, как и всегда, расцветает, что в очередной раз подтвердила недавно публикация так называемых «Панамских архивов», раскрывшая масштабы хищений государственного имущества семейством Рахмона и его приближенными. Продолжение следует...